Контрабанда в Одессе была во все времена, и как с ней только не боролись, но тщетно. Количество подделок не уменьшается, а порой даже возрастает. Сейчас на черном рынке научились производить все, начиная от брендовой одежды, парфюмерии известных мировых брендов и заканчивая бытовой химией и контрацептивами. В идеале некачественная продукция должна отсеиваться еще на границе таможенниками, но следить за всем они просто не в состоянии. Поэтому решили подключить к этой борьбе и одесситов, организовав ряд практикумов для импортеров и продавцов, где специалисты рассказывают, как можно обезопасить себя от подделки, а также юридические рычаги давления на контрабандистов. Потому что даже такие большие мережи не дотримуются этих условий, и даже у них товары вылучались, знищивались, как такие, что выготовились порушения права интервентальной власти. Отличить подделку от оригинала довольно непросто. Продавцы порой даже стоимость на нее не снижают. Тем не менее, в первую очередь стоит обратить внимание на место покупки и на продавца. Если они не вызывают доверие, лучше ничего не брать. Кроме этого, внимательно осмотрите коробку. Любые ошибки на упаковке или измененный шрифт может служить доказательством того, что перед вами контрабанда. Дуже важно, пожалуйста, смотрите на упакование, потому что очень часто есть грамматические ошибки, очень часто показывают, что товар не предназначен для нашего рынка. И таким образом продавец уверен, что это снижена цена за счет этого. Хотя это подробка, которая имеет дошительную качественность. Причем, для понимания, мы должны отметить, что большая часть грошей, которая была потрачена на выпуск этого товара, она потрачена именно на упакование. Так только за полгода одесские таможенники более 20 раз выявили контрабандный товар. Борьбу с подделками объявили и высшие эшелоны власти. Так, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о составлении плана мероприятий по минимизации потерь от контрабанды. Да и законопроект об уголовной ответственности за подделку товаров будет внесен в Верховную Раду уже в ближайшее время. В решении этих вопросов, оно очень актуальное. И мне очень приятно, что сам в одесской митнице працюет невеличкий, но очень мощный подраздел, который занимается проблемой в сфере охраны и защиты правильной власти, когда мова идет про митный контроль и митное оформление товаров. И поэтому от митнице очень много зависит от того, что мы будем видеть на прилавках. Вот мы рядовые поживающие, граждане Украины, что мы будем купить, носить каждый день. Тем не менее, спрос рождает предложение. И пока подделки будут покупаться, полностью искоренить контрабанду не получится. Так что в следующий раз, покупая кофточку или туфли от мирового бренда, задумайтесь, куда же на самом деле пойдут ваши деньги. Продолжение следует...